Андрей Сумланд. Я говорю вот про то, что Запад должен стать полностью как бы союзником для Украины. И сейчас это, к сожалению, еще не так, потому что это первая информационная политика еще не такая. Андрей, извините, у меня сразу первый к вам вопрос. Вы несколько противоречите сами себе. Полчаса назад вы говорили, что дипломатия не решит. Сейчас вы говорите, что и война не решит. А что тогда решит по вашему? Я вот говорю, что это экономические решайки, которые есть у Запада. У него есть еще намного больше экономических решайков на Запад. Да, он эти решайки, потому что там, если посмотреть российский бюджет, откуда деньги идут, это в основном экспорт в Европейский Союз. Почему эти санкции, импортные санкции еще не применяются? Потому что западная общественность готова к ним. Потому что она думает, что там идет некая война, непонятно, там одни что-то так не делают, другие что-то не так делают. В элите это уже многие поняли, что это действительно интервенция. Но пока что... Но эта элита должна думать о своих избирателях, понятно. Ну и с этими избирателями как бы нужно работать. То есть и информационная политика, она должна быть очень такой четкой и тоже самокритичной даже в чем-то. Второй вопрос это экономические реформы. Экономические и другие реформы. Реформы, конечно, нужны самой Украине, но реформы очень нужны для имиджа Украины на Западе. Потому что пока что такое впечатление, да, тут много говорят и много какой-то бумаги и каких-то патетических слов, но пока что реальных реформ нет. Западная элита должна понять, что действительно стоит помогать этой стране, что она действительно меняется. Пока что имидж Украины это то, что, ну да, там кое-что изменилось, пришли новые люди, но структура осталась там та же самая. Коррумпированная, там олигархия и так далее. И там нужны какие-то знаковые шаги. Не просто какие-то бумаги законные или какие-то речи, а нужны знаковые шаги.